Я думаю уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или забустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай. И этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA. Ссылка в описании. Всем привет, чуваки, это ТОП ДОТА. Недавно Valve анонсировали новый мейджор турнир и вы об этом знаете, прям точно знаете, потому что это первый мажор, который пройдёт на территории СНГ, а точнее в Киеве, столице Украины. Так что нам, русскоговорящим чувакам, грех об этом не знать. Но возможно мейджор этот будет последним в СНГ, потому что он уже стал посмешищем, с которого половина комьюнити орёт в голосину, а половина люто его хейтит. И почему же так, спросите вы, если конечно вы не следили за этой ситуацией? Да потому что вчера как раз начали продавать билеты на этот самый мажор, аж за 2 месяца до начала самого турнира. Чтоб все, так сказать, успели купить. Но они начали и сразу закончили. Да, именно так. Если вы хотели пару дней подождать, подумать, то можете теперь просто сходить нахер, потому что все билеты раскупили за 20 минут, причём в оффлайне. У вас тупо не было шансов купить билет через сайт, потому что он нахер лёг, лёг на несколько часов вместе с мобильным приложением. А когда поднялся, уже 95% билетов разобрали через кассы города. Только лютые везунчики урвали себе билеты, а все остальные лососнули тунца и пошли взрывать реддит. Серьёзно, я вчера зашёл на реддит и просто посинел. Там тупо весь топ был забит бомбящими жопами иностранцев, которые не смогли приобрести билеты. Да и ещё бы они не горели, вряд ли кто-то хотел ехать в Киев за 2 месяца и покупать билет в оффлайне. И давайте же всё-таки разберёмся, почему всё именно так произошло, и что нам теперь со всем этим делать. Во-первых, Карабас. Это дистрибьютор билетов, именно их сайт намертво лёг в момент начала продажи. Лично я бы насторожился от одного лишь названия их организации, но ладно. Челы на первый взгляд тупо не справились с нагрузкой на сервер и жёстко лажанули. Всё-таки людей нахлынуло очень много, серваки на это не рассчитаны. Но, блять, они и должны быть на это рассчитаны. Чтоб вы понимали, за странным названием Карабас скрывается крупнейшая онлайн-касса Украины. Тут продают билеты на Мерлина Мэнсона, Депиш Мод, Эванесенс, да и в принципе на всех, кто рискует приехать с концертом в Киев. То есть, либо армия дотеров настолько мощная, что положила сайт, который выдерживает орды фанатов Мэнсона и прочих, либо, как я думаю, это был какой-то лютый слив. Лютейший-прилютейший слив билетов. Объясню. Челики отрубают свой сайт на 20 минут, ссылаясь на нагрузку, а сами в этот момент сливают 90% билетов перекупщикам через какую-нибудь оффлайновую кассу. Да-да-да, там, конечно, была инфа о том, что запрещено продавать более 4 билетов в одни руки, но мы-то с вами знаем, как делаются дела в наших странах. Скорее всего, большинство билетов продали в серую по двойной цене, а людям их вообще будут продавать раз в 8 дороже. Ну а нам, простым смертным, теперь остается два варианта. Либо искать перекупов и платить им лютые бабки за билеты, либо забить и смотреть твич у себя дома. Большинство, конечно, выберет второй вариант, но те, кто собирался раскошелиться на поездку, думаю, готов и переплатить. Но всё равно, всё-таки быть так не должно, и это нихера неправильно. И хренов вообще знает, что с этим будет делать Valve. Вряд ли они, конечно, наймут правый сектор и будут отлавливать перекупщиков на улицах, отнимая у них билеты и заливая их обратно на онлайн-продажу. Но вот в дальнейшем отказаться от проведения мейджоров в Украине, это запросто, ведь опыт, мягко говоря, не самый приятный. Хотя, конечно, может быть я просто всё выдумываю и это какие-то слишком сложные конспирологические маловероятные сценарии, а на деле у чуваков просто нахер повис сайт из-за раздолбайства. Но тогда я не совсем понимаю, как все билеты могли раскупить в оффлайне за 20 минут. Я думаю, в кассы вообще мало кто пошёл из обычных юзеров, ведь нахер оно надо, когда можно купить на сайте. Либо же для Карабаса это норм история и все уже давно прованговали такой расклад и решили подстраховаться, придя в оффлайн. В общем, как бы там ни было, это какая-то дичь и пишите, что вы об этом думаете. Это, конечно, инфоповод и мейнстримная в данный момент тема, но, как говорится, лучше про билеты с мейджора, чем про Шурыгину. Так что… ладно, подписывайтесь на канал, если вы вдруг тут впервые, ставьте лукасы и до встречи, завтра новый ролик.